всем привет это еще одна наша прогулка условиях всемирного карантина он там за лесом дачный поселок находится там мы оставляем машину и здесь идем гулять постепенно по круге вот это отвалы химкомбината он он левее видно дымится отвала уже заброшенное называли местным брусом него была вершина двухглавая ярко-белого цвета отвалы быть ну сейчас вершину срезали отвала зеленили вот они выглядят грязно-зеленого цвета так но видео переозвучиваю потому что был сильный ветер и дома когда стал монтировать звук вообще не слышно один свист стоит накануне у нас дождь прошел ну как видите вода непонятно лил всю ночь земля таки осталось сухая потресками на всякий случай сапоги одели ну какая сушь стоит степь расцветает у нас все больше и больше вот дошли до речки века называется барсучки хорошая речушка красивая такая но она небольшая где-то 50 километров длину впадают в кубань сейчас вода маленькая видно по обнажившимся берега река вся перегорожена различными гидросооружениями шлюзами там гэсами поэтому уровень воды здесь очень сильно прыгает он право справа по берегу видно было до какого уровня поднимается вода она когда сильные дожди она прям прям очень очень сильно поднимать вот это несколько месяцев назад построили мост время но я думаю что временно хотя машин постоянные это гравийная дорога идет там степи строится электростанция ветряная ставят ветряки у нас ветряная электростанция мой мост пройти по мосту и не проверить если под ним вражеские водолазы сейчас проверим найдем место получше вода водолазов нет все нормально мост безопасности дорога довольно оживленная много по ней строительные техники есть стройка идет полным ходом вот видите как вода на сколько уходит какие площади открывается до идет нормальный уровень вот это все залито водой такие большие завали тоже виды реки перекаты омуты очень хорошая речка и рыба в ней есть вот вот залив это было видно сейчас с другого берега его снимали сейчас перешли и не залив не но после песок песчаный вот и как его назвать еще нашли вот такие цветы желтые предыдущем видео тоже когда увидели здесь тоже они еще нет цели полянка как они называются не знаю может кто-то знает подскажите цветы нет не просто цветы и цветы и желтые цветы вот здесь видите вот такая перекат вот такая плита лежит им цельная природная это неестественно неестественная плита ну когда идет нормальная вода ее не видно насколько вода падает шлюзы летом начнут открывать и барсучок наполнится есть вот такое место хорошее дорога довольно проходимая можно съехать одна полянка как обычно у нас народ не за весь народ говорю но есть у нас свиньи такие же зла не хватает если ты привез то почему нельзя с собой увести те же бутылки то что они в кучку их сложили это не значит что стало чище и же лисы там растащит это все собаки постепенно много колыбельки чуть дальше тут еще одно место тоже можно для стоянки использовать но чуть левее сейчас камера повернется здесь уходит заводь и летом довольно спокойно вот сброс один из сбросов чуть выше этот сброс идет с водохранилища одно из водохранилищ которые на этой речке сделаны сейчас вода скажем не сильно сбрасывают мало потому что когда идет хороший сброс над этим шлюзом или как он лотком аж водяная пыль висит он левее попал в кадр рыбак-нарушитель наверное ничего не боится или какие-то хлебные корочки у него есть вот такой сброс пошли ниже по течению вообще планировали дойти до второго сброса но заранее скажу что мы до него дошли но не смогли перейти там убрали был старый переезд сейчас кадре мелькнули вот тоже цветочки анюта утверждает что это ее глазки может быть она и права ну скорее всего еще какие-то цветы сейчас хорошо степи все цветет еще месячишка будет там все быстро высохнет пожелтеет вот гора впереди это гора бударка назову так то что напоминает перевернутую лодку а вдали это это гора стрижамент самая высокая гора ставропольской возвышенности можем по такой степени дороге идем даже не дорога накатка браконьеры по степени рассекали зайцев гоняю можешь видите кругом лэпы идут может все за послуживание а вот дорога где мы возле моста переходили гравейка вот ее конечная конечная . вот основание для ветряка одно основание он чуть дальше торчат провода это вот еще одно основание для ветряных медиц будем с электричеством ну и принципе на этом все сквозь тучи пробивается солнце хочется верить что это будет как символ для нас всех что сквозь тучи наконец-то пробьется солнце закончится этот эпидемии это болезнь уйдет всем пока всем здоровья чтобы всем также светило солнце пока пока